Милосердие, добродетель, любовь никто не оспорит. Тот факт, что эти слова относятся прежде всего к женщинам. Одна дама – это сила, а когда собираются вместе не одна, а три тысячи брещанок, эту силу можно умножить в несколько раз. Брестский союз женщин объединяет именно три тысячи дам, и они творят большие дела. Ведь когда за дело берутся представительницы слабого пола, дела получаются весьма сильные. Но самое главное, у членов этой женской организации основная задача – помощь детям. Нуждающимся в лечении вследствие тяжелых недугов многодетным семьям, сиротам. Мы продолжаем нашу акцию, акция «Наши дети», она сейчас идет республиканская. Мы поддерживаем ее, и вот опять нашли семьи, которые нуждаются в наших рождественских подарках. И приятно, что это опять не одни и те же семьи, которым мы помогаем, а мы находим семьи, которые необходимо в данный момент сделать праздник для своего ребенка. Общественное объединение всех сегодня поздравляют с наступающим праздником, желают здоровья, самое главное. А мамам этим терпения и помощи, самое главное – помощи близких, родных, нас всех, которые находятся рядом. В преддверии Рождества членами организации была проведена акция, которая собрала вместе четыре семьи, деткам которых необходима помощь. О некоторых из них мы вам уже рассказывали – семья Колесниковых и их сына Артемка. Помощи, которая была оказана малышу, родители несказанно рады, поскольку сами бы не справились никогда. Акции, проведенные в поддержку ребенка на рынке «Лагуна», помогли собрать средства на проведение операции. Мы очень благодарны Белорусскому союзу женщин, Мариночке Шутеневой безгранично благодарны, нашему батюшку Евгению, без него, наверное, вообще бы ничего не было. И всем отзывчивым, добрым людям, которых мы знаем и не знаем. Я бы хотела поздравить в канун такого замечательного праздника всех семей, всех женщин и мужчин. Я бы хотела пожелать им мудрости, терпения, здоровья, любви, чтобы в этом году все мечты, все желания исполнялись с легкостью и с быстротой. Когда люди, окружающий мир, видя, что этому маленькому ребенку надо чуть-чуть помочь, помочь ему приоткрыть эти двери, потом он широко распахнет и шагнет в дорогу, уже как полноценный гражданин, очень хочется верить. Хотя я знаю, что те физические недуги, которые имеют в своем анамнезе эти детки, очень сложные, трудно поддающиеся лечению. Но, тем не менее, мы видим положительные моменты. Хочется сказать, благодаря Господу Богу, благослови Господь Бог на эти деяния, и пусть всем нам будет хорошо, и тем, кому помогают, и кто помогает. Но все-таки женщина и женщина, и без помощи мужчин не обходится. К участию в благотворительной акции они привлекли и сильный полпродуктовые подарки от смены торгового центра «Евроопт» на Варшавском шоссе, который руководит Владислав Берковский, помогут мамочкам приготовить великолепный рождественский стол. А праздничное угощение, которое организовали руководители кафе «Ташкент», и где проходил праздник, несомненно, оставит яркое впечатление у гостей, ведь нечасто выпадает случай родителям просто собраться вместе и отдохнуть. Мне кажется, что человек, который живет, он должен жить для чего-то. У меня есть двое детей, и наблюдая в округе за детьми, которые не имеют возможности отдохнуть, покушать, мне кажется, что каждый имеющий сердце, он готов и обязан делать хотя бы маленькое, но добро. Пусть Рождество один раз в год, хотя бы немножко, но подарить кому-то радость. Наши двери всегда открыты для таких мероприятий. Кто-то же должен устраивать праздник для таких детишек. Поздравляю всех с Рождеством с Новым годом, счастья, любви, больше любви, взаимопонимания, уважения, любить, любить, чтобы люди любили друг друга. В эти рождественские дни так хочется, чтобы все мы переменили скорбь на радость, чтобы стали добрее, мудрее и проще, примирились с ближними и отступили хотя бы на время от житейской суеты и озарились светом любви и милосердия. Ведь оно, милосердия, чрезмерным не бывает. Субтитры создавал DimaTorzok